Приветствую всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Спасибо, что присоединились к нашей сегодняшней сессии. Для кого-то это раннее утро, для кого-то уже день в разгаре. Меня зовут Наталья Калицева. Я являюсь представителем издательства «УАЛИ» на территории России и стран СНГ. И сегодня мы поговорим с вами об открытом доступе. Явления, которые полным ходом входят в нашу жизнь. И здесь, конечно, есть интересные нюансы, о которых всем желательно знать. Всем, кто хочет опубликовать свою работу. Но прежде чем мы начнем, несколько организационных моментов. Продолжительность нашего вебинара будет час, причем я надеюсь, что в этот час уложатся и вопросы, опять-таки, на которые я надеюсь, надеюсь, что вы их напишите. Оставляйте, пожалуйста, ваши вопросы в чате. Одна только просьба, поскольку система не русифицирована, пишите их латинскими буквами. То есть не обязательно писать по-английски, можно писать русские слова, просто латиницей. И в конце нашей сессии я посмотрю, загляну в чат и постараюсь ответить на все вопросы. Сертификаты получат все участники, кто присоединился к сегодняшней нашей сессии. Есть тут тоже такой нюанс. Если вы случайно зарегистрировались по-русски, там было такое предложение зарегистрироваться латинскими буквами тоже, пришлите мне на почту, с которой получили приглашение на вебинары, да, пришлите трансливерацию вашего имени, фамилии или имени, отчества, как хотите, латинскими буквами, чтобы сертификат мы выпустили именно латиницей. Потому что с этого года у нас все сертификаты, они стандартизированные, и они на английском языке. Вот. Слайды презентации, видеозапись, все это тоже будет доступно. И причем это будет доступно не только участникам, но и всем, кто зарегистрировался, но по какой-то причине не смог сегодня присоединиться. Вот. Так что все материалы будут, все полезные ссылки, которые я сегодня буду показывать, нет необходимости их записывать, запоминать. Все это будет у вас в течение ближайших недель, двух недель. Я надеюсь, что на следующей неделе мы все эти материалы разошлем. Вот. Это то, что касается наших организационных моментов. Сейчас я открою первый слайд. У меня будет к вам просьба. Если вы слайд этот видите, все хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот. В окошке чата заодно найдете, куда можно вопросы отправлять. Так. Пока что нет, но здесь, может быть, система работает с задержкой. Пожалуй, начнем, но я надеюсь, что меня видно и слышно. Итак, открытый доступ. Что же нужно знать, выбирая журнал для публикации, на что нужно обращать внимание? Как пройдет сегодняшняя сессия? То есть сначала я несколько слов скажу об издательстве Вайли, от имени которого сегодня, собственно говоря, я и выступаю. Потом мы рассмотрим разные виды открытого доступа, потому что на сегодняшний день существует несколько разновидностей, и между ними есть порой существенные отличия. Полезно это все знать. Потом на примере нашего издательства покажу, какие журналы можно найти для публикации в открытом доступе. И прежде чем перейти к демонстрации, к поиску журнала, к подбору журнала, несколько слов скажу о коллекции научных материалов нашего издательства, чтобы просто, когда мы перейдем на платформу с нашими материалами, вы уже ориентировались и понимали, что и как. Так, связь сюда установлена, плюсики, спасибо большое, спасибо большое за ваш отклик, все замечательно. Вот, соответственно, на платформе во время реальной демонстрации покажу, как искать журнал, на что обращать внимание, где можно найти информацию, платная будет публикация, бесплатная, вот. И в заключении, в моей презентации будет несколько слайдов с полезными какими-то ссылками, со справочной информацией, все, что вам может пригодиться. Спасибо за ваши комментарии в чате. Еще раз, может быть, тем, кто позже присоединился, большая просьба, вопросы пишите латинскими буквами. Система не русифицирована, русские буквы превращаются в вопросики, и я не могу прочесть. То есть, если не трудно, пожалуйста, не обязательно писать по-английски, просто русские слова английскими буквами, латинскими буквами. Итак, несколько слов об издательстве, которые я представляю. Издательство, на самом деле, очень интересное и в какой-то степени даже уникальное. То есть, с одной стороны, это старейшее издательство. То есть, более двух столетий оно существует, причем все эти 210, уже даже больше лет, оно принадлежит одной семье. То есть, Уайли – это фамилия, то есть полное название издательства – это John Wiley and Sons, John Wiley и сыновья. И что характерно, на протяжении вот уже седьмого поколения семья Уайли принимает активное участие в работе своего детища. Обязательно в каждом поколении есть один, два, иногда даже три человека одновременно входит в совет директоров, сначала досконально изучают деятельность компании, а потом вносят в свой посильный и зачастую существенный вклад в ее работу. И, как на карте вы видите, представительства и офисы расположены буквально на всех континентах. То есть, сегодня это огромная корпорация, которая начиналась 210 лет назад с маленькой типографии на Манхэттене. И что и характерно, один из крупнейших офисов находится в России. Причем это не представительство просто, это технологический хаб. То есть, здесь работают программисты, которые занимаются разработкой software, программного обеспечения. То есть, помимо издательской деятельности, Уайли держит курс на развитие digital technologies, то есть цифровых технологий, в частности, развитие программного, разработку программного обеспечения для исследователей, для университетов, то есть система онлайн-обучения. Вот. И, в общем-то, то, что я буду сегодня показывать, на платформе Валена Альдабри, тоже создано при участии коллег из России. То есть, не каждое издательство может этим похвастаться. Что еще интересно, то, что касается открытого доступа, публикации в открытом доступе, довольно аккуратно и осторожно относятся многие, в том числе и крупные издательства, к этому явлению. То есть, есть как бы две позиции, что открытый доступ – это от лукавого, что должны публиковаться проверенные, достоверные научные данные только в уважаемых, зарекомендовавших себя подписанных изданиях. Однако есть и другая позиция, которую сегодня в процессе беседы как раз мы с вами и рассмотрим. И я хочу сказать, что Валя как раз является приверженцем позиции борьбы за открытый доступ. То есть, стремление сделать результаты исследований открытыми как можно для большего числа людей – это есть у Валя, и Валя предпринимает достаточно много шагов для этого. Тоже об этом мы обо всём поговорим. Но перед этим начнём с азбуки. Что же такое открытый доступ? Нужно понять. Потому что у нас сейчас интернет, слава богу, в стране открыт, и в соседних тоже странах, да. То есть, очень много информации, можно читать всё. Но как понять, что вот эта научная работа в открытом доступе, а это просто, ну, чьё-то такое субъективное мнение, изложенное, так сказать, в цифровом виде, да. Итак, открытый доступ, открытым доступом называют публикации всё-таки в рецензируемых научных изданиях. При этом эти статьи, опубликованные в открытом доступе, этим ресурсам, они бесплатные для чтения, они моментально доступны для каждого, кто захочет, безо всякого дополнительного запроса, примышленцев, разрешения, для чтения, для использования. То есть, это вот бесплатный, быстрый, постоянный, полнотекстовый доступ, причём для всех, без исключения людей. Не только тех, кто является членом консорциума или принадлежит этой организации. То есть, с одной стороны, это обязательно должны быть публикации в каких-то серьёзных рецензируемых изданиях, но при этом они открыты, полные тексты для всех. Вот то, что на сегодняшний день считается открытым доступом. Что послужило причиной возникновения самого этого явления, открытый доступ? То есть, ну, во-первых, в 90-е годы прошлого века началась оцифровка и публикация научных журналов в интернете. И, соответственно, поскольку это происходило достаточно мобильно, учёные стали всё чаще искать научную информацию онлайн, а не на бумаге. Параллельно стало формироваться движение за открытый доступ к результатам исследований со стороны налогоплательщиков. То есть, посылок был такой, на наши деньги оплачиваются исследования, почему бы нам не узнать, каковы результаты этих исследований. И таким образом к началу этого века в научном сообществе сформировалось такое довольно чёткое ощущение, что вот сейчас подписные журналы исчезнут как класс, и всё будет публиковаться в открытом доступе. Однако прошло 20 лет, и на начало этого года только 23% проиндексированных в App of Science научных работ были опубликованы в открытом доступе. Соответственно, львиные доли по-прежнему публикуются в подписных изданиях. Почему? Возникает вопрос. Почему? Ну, во-первых, потому что, как я сказала, что открытым доступом нельзя называть всё, что опубликовано в интернете. Это должна быть работа научная, опубликованная в рецензируемом солидном издании. Вот. А во-вторых, давайте посмотрим на вот эту вот модель открытого доступа с экономической точки зрения. То есть что мы имеем при традиционной модели по подписке? Автор получает возможность читать научный контент, который подписала его организация, заплатила за подписку, но для автора чтение фактически получается бесплатное. То есть оплата есть, но оплату вносит организация. Зато опубликовать в этом журнале свою работу автор может абсолютно бесплатно. То есть для конечного, так сказать, пользователя, для автора получается вроде как и чтение, и публикация бесплатна. И это существенно. То есть доступ к контенту обеспечивает организация. При модели открытого доступа вот эта экономическая сторона переворачивается строго в противоположную сторону. То есть получается, что читать можно бесплатно всем, вне зависимости от подписки, то есть публикация открыта для всех, полный текст открыт. Но для того, чтобы сделать вот эту публикацию, этот полный текст открытым для всех, необходимо, как правило, оплатить article publication charges, то есть article publication fees, иногда можно видеть название, это несущественно, нет разницы. То есть публикационный взнос. Причем я про это потом еще подробно буду говорить, но сразу хочу акцентировать внимание. Оплата вносится вовсе не за то, чтобы вас опубликовали. То есть оплата никакой гарантии не несет. Более того, речь об оплате заходит только после того, как статья подана, рассмотрена, отрецензирована и принята к публикации. То есть все стадии публикационного процесса пройдены, и только в самом конце возникает вот этот момент оплаты. То есть деньги здесь не могут повлиять на то, опубликуют вашу работу или нет. И еще раз повторяю, что оплата вносится не за то, чтобы ее опубликовать в журнале, а за то, чтобы выложить ее в репозиторию открытого доступа, оформить пользовательскую рецензию, которая регулирует права как авторов, так и тех, кто будет переиспользовать вашу работу. Но так или иначе, по факту, оплату должен вносить автор статьи. Мы к этому еще вернемся, только ли автор. Но тем не менее, оплата вносится. Теперь о том, какие виды открытого доступа существуют, потому что, в принципе, бывают варианты и бесплатного открытого доступа. И об этом я сейчас хочу рассказать. То есть на сегодняшний день четыре вида я бы выделила. Два из них, зеленый и золотой, самые распространенные. То есть начнем именно с них. В чем суть? В чем суть зеленого открытого доступа? Автор по договоренности с журналом публикует свою работу в журнале. И на протяжении 12-24 месяцев эта работа остается опубликована и доступна по подписке, но она не будет открыта в открытом доступе. Но по договоренности с журналом, после окончания вот этого периода, периода эмбарго, работу можно выложить в репозиторий открытого доступа, оформить пользовательскую лицензию. Всем этим занимается автор самостоятельно. И работа будет полностью в открытом доступе. К слову сказать, такой способ называется еще самоархивирование. С одной стороны, совсем новенькие молодые журналы этим пользуются, с другой стороны, даже уже достаточно зарекомендовавшие себя, в том числе и подписные журналы, тоже иногда прибегают к такой модели. Но, говоря о журналах крупных международных издательств, хочу сказать, что зеленых практически не бывает. Как правило, это журналы золотого открытого доступа. И здесь нужно отметить, что со стороны журнала делается все. То есть после публикации работы сразу приходят в открытый доступ. Журнал сам оформляет пользовательскую лицензию, то есть сам выкладывает в репозиторию открытого доступа. То есть все делает журнал, но именно вот за эти хлопоты взимается публикационный взнос. Article Publication Changes. И, повторюсь, не только в нашем издательстве, но и в остальных крупных издательствах преобладают именно такого рода журналы открытого доступа. Есть так называемый бронзовый открытый доступ. Что это такое? Он не очень распространен, хотя вот медики им активно очень пользуются. В чем суть? То есть после публикации работу сразу выкладывают в репозиторию открытого доступа. Она сделается доступной для чтения. Не оформляется пользовательская лицензия. Это означает, что права автора и права людей, которые будут переиспользовать статью, они не регулируются. И в случае какого-то там неадекватного, ну даже не то, что неадекватного, любого переиспользования, в принципе, автор может иметь претензии к тому, кто его статью использует, поскольку вот эта лицензия не оформлена. То есть это какой-то некий такой временный, что ли, вариант, когда результаты исследования требуют, должны быть как можно скорее опубликованы и доступны как можно большему числу людей, как я говорю, медики особенно активно этим пользуются, поэтому выкладывают для чтения, то есть можно познакомиться с этими результатами так можно скорее, как можно большему числу людей. Но вот нужно быть аккуратным с переиспользованием. И самый заманчивый, платиновый или еще бриллианты, по-русски, он открытый доступ. То есть со стороны автора никакой оплаты не требуется. Публикация бесплатна. Сразу же после публикации в открытом доступе статья появляется. При этом вот вроде как все бесплатно, но нужно понимать, что чудес не бывает. Публикация в открытом доступе в данном случае оплачивает иногда сам журнал, то есть иногда финансируется открытый доступ научным сообществом, которое содержит этот журнал. Ну то есть иногда научное сообщество, которое финансирует исследования, продолжает вот как бы вот эту линию и финансирует публикацию в открытом доступе. То есть смысл в том, что автора платить не надо, это просто делают другие люди. На этом слайде вы видите в сравнении основные характерные черты, которые касаются наиболее распространенного на данный момент, золотого открытого доступа, и зеленого. То есть в чем существенная разница? Существенная разница, что зеленый бесплатный, но при этом автор сам архивирует, сам депонирует свою статью в репозиторию открытого доступа. спустя период эмбарго, от 12 до 24 месяцев, и сам же он должен позаботиться об оформлении пользовательской лицензии. То есть статья какое-то время существует вне открытого доступа, потом автор может ее сделать. Причем, что интересно, автор может сам архивировать как свою авторскую версию статьи, так и отрицензированную статью, которая в итоге была опубликована в журнале. Золотой открытый доступ, он освобождает автора от всех хлопот, то есть пользовательскую лицензию, выкладывание в репозиторию открытого доступа, всем этим занимается журнал, но за это взимается публикационный взнос. По поводу пользовательской лицензии. То есть Creative Commons License на данный момент существует шесть видов, которые в зависимости от, так сказать, привели предпочтений авторов, которых можно выбрать, что можно делать с статьей, что нельзя, возможно ли коммерческое использование, невозможно ли. Разработаны, кстати, были эти статьи некоммерческой организации, но сейчас ими активно пользуются все, кто публикует в открытом доступе. В нашем издательстве три вида Creative Commons License используются. Вот, и здесь вы видите, то есть как раз-таки рекомендируется, сам автор, подписывая эту лицензию, выбирает, что можно, что нельзя делать с его статьей. И опять-таки на примере нашего издательства покажу, какие журналы на сегодняшний день доступны для публикации в открытом доступе. То есть в первую очередь это, конечно же, журналы, которые под это специально создавались, то есть абсолютно все статьи в этих журналах опубликованы в открытом доступе. То есть это относительно новые журналы. У них могут быть не очень высокие еще пока импакт-факторы, либо вообще еще нет, просто не успели как бы наработать. Все статьи в открытом доступе, и, как правило, это журналы золотого открытого доступа, то есть требуется оплата. Совсем новенькие журналы могут быть в зеленом, в этом доступе, то есть они публикуют статьи, и по договоренности с автором какое-то время, там от 12 до 24 месяцев статья просто опубликована в журнале, а спустя этот период эмбарго автор сам архивирует статью и делает ее открытой. Но, что интересно, если говорить о нашем издательстве, практически все подписные журналы, которых более полутора тысяч, на сегодняшний день предлагают возможность опубликовать статью в открытом доступе. Что это значит? То есть вы можете подать проверенный, уже уважаемый на протяжении многих лет подписной журнал статью, если ее принимают, можете опубликовать ее бесплатно, но если у вас есть желание и возможность оплатить публикацию в открытом доступе, то вы вносите Article Publication Charges, подписываете вот это вот пользовательское соглашение, и ваша статья в этом подписном журнале будет доступна не только подписчикам этого журнала, но и всем абсолютно людям, то есть она будет в открытом доступе. Вот. Это, конечно, тоже замечательная такая возможность. И говорить, собственно, о том, чем публикация в открытом доступе лучше, это вполне себе очевидно, но тем не менее, несколько цифр. То есть трудно сравнить, вот какой бы была видимость одной и той же статьи, будь она опубликована в открытом доступе и будь она опубликована в подписном издании, да? То есть статья может быть опубликована либо там, либо там. Но, в принципе, сравнивая примерно аналогичные статьи в одной и той же предметной области, да, можно примерно представить, примерно так вот представить. И есть исследования, которые подтверждают, что публикация в открытом доступе повышает видимость, а главное, цитируемость работы в среднем где-то на 30, а то и 50 процентов. И иногда количество обращений к полному тексту увеличивается в два, а то и в три раза. Но это естественно. Статья, которая доступна абсолютно всем людям, конечно, она вызывает больше внимания и ее учитают большее количество людей. И вот тут мы переходим к вопросу, который мы немножечко отложили. Кто платит? То есть в первую очередь может заплатить, конечно, сам автор из своего кармана, из своего гранта, полученного на исследование. Но тенденция к тому, что автор потихонечку освобождается от оплаты APC, есть. То есть за публикацию в открытом доступе могут заплатить какие-то спонсоры. Зачастую научные сообщества оплачивают публикацию своих исследований в открытом доступе, своих исследователей. И все чаще организации, которые традиционно оформляли подписки и оформляют, продолжают оформлять подписки на научные журналы, они тоже понимают, что важность публикации в открытом доступе для них, как для организации, тоже велика, потому что аффилированная организация всегда видна. То есть статью увидят люди, как бы хорошая статья, видимая большинство людей, она приносит признание не только автору, но и организации, в которой он работает. Соответственно, организации, то есть научно-исследовательские институты, университеты, они тоже стараются поддерживать своих авторов при публикации в открытом доступе. И в подтверждение тому, хочу просто как пример рассказать, что вот, например, в нашем издательстве создан даже такой, я бы сказала, инструмент Value Open Access Account, неучетная запись открытого доступа в Али, да? То есть что это такое? Это, с одной стороны, технический такой как бы инструмент, да, с другой стороны, такая модель, которая регламентирует подписку и публикацию. То есть какой-нибудь университет подписывается на коллекцию журналов в Али и в момент подписки заранее какое-то еще дополнительное отдельное число денег кладет вот в этот кармашек, вот на этот счет, аккаунт, да, для того, чтобы финансировать, финансировать, оплачивать публикацию своих авторов в открытом доступе. Соответственно, когда поступает заявка от кафедры, предположим, да, что вот у нас есть вот такая замечательная статья, которую мы хотели бы опубликовать в открытом доступе, но на научном совете утвердили, что да, она должна быть опубликована в открытом доступе, достойна этого. Библиотекарь, который работает с этим аккаунтом, буквально там несколько кнопочек нажимает, и вот из этого кармашка, заранее отведенного, да, с этого счета деньги переводятся на счет журнала, и публикация в этом журнале, которую, опять-таки, хочу лишний раз подчеркнуть, которую уже приняли, отрецензировали, приняли к публикации, да, то есть вот эта статья, она будет опубликована в открытом доступе. То есть преимущество такого дела для авторов совершенно очевидно, то есть, во-первых, это быстро, во-вторых, это, они освобождаются, ну, может быть, даже если не от всей суммы, хотя бы от части суммы оплаты публикационного взноса, то есть это материальная такая поддержка для авторов, вот, при том, что работа будет в открытом доступе опубликована, будет хорошо видимо, но у организации тоже есть преимущество, потому что, как я уже сказала, чем больше статей хороших опубликовано в открытом доступе, тем выше рейтинг самой организации, вот, ну и с точки зрения организационного момента, то есть, раз уж все равно организация привыкла платить за подписку, да, то есть вот такое некоторое перераспределение денег с уклоном в публикацию, публикационную активность, в принципе, тоже для многих организаций получается вполне допустимо и удобно. И, что характерно, вот эта тенденция, сразу скажу, что у нас в регионе пока вот никто еще не воспользовался вот этим нашим инструментом, да, но я думаю, это дело будущего, потому что, если говорить об Европе, например, уже на уровне стран заключаются трансформационные соглашения, так, в частности, вот одно из крупных, относительно недавних, это Project Deal в Германии, когда по этой договоренности практически все публикации немецких авторов в журналах «Вайли», они автоматом публикуются в открытом доступе. Похожая ситуация с австрийским консорциумом, то есть там вот очень большое число организации в этот консорциум, соответственно, все авторы в них работающие публикуют свои статьи в журналах «Вайли», которые автоматом публикуются в открытом доступе. В Венгрии заключила такое же трансформационное соглашение, в Швеции есть такое трансформационное соглашение. Вот, ну, то есть тенденция вот эта развивается. Я очень надеюсь, что рано или поздно, хорошо бы, чтобы рано, эта тенденция дойдет и до наших стран. Вот, и теперь, прежде чем перейти на платформу «Вайли» онлайн-лайберрии, я просто несколько слов расскажу о том, что мы там будем видеть, помимо журналов, чтобы вы лучше ориентировались, понимали. Итак, как у каждого крупного издательства, у нас есть своя платформа, называется она «Вайли онлайн-лайберри», и там прежде всего опубликованы более 1600 журналов, причем, как я уже сказала, что «Вайли» входит в тройку лидеров по публикации научных журналов на третьем почетном месте, да, и, соответственно, вот всех, все их, все они есть в цифровом виде, все их можно увидеть на этой платформе. Кроме того, научные книги, причем вот здесь вот 22, уже больше даже, к концу года уже там 23, уже почти 24 тысячи онлайн-книг, это речь идет только об академических, профессиональных, о научных книгах, потому что у Вайли публикуют и другой контент, вы, наверное, видели в магазинах, серию «Фодамис» для чайников, где просто о сложном, Windows «Фодамис» и так далее, да, вот, то есть всего у Вайли книг больше 60 тысяч, вот, но вот это вот научные книги, которые на платформе «Вайли онлайн-лайберри», куда мы с вами сейчас пойдем. Более 250 справочников – это многотонные фундаментальные труды, вот, многие из которых, кстати, обновляемые, да, актуальные протоколы – это описание лабораторных методик и базы данных, прежде всего по химии, но также и медицинские, среди которых очень популярное в последнее время Кокрейновская библиотека «За Кокрейн-лайберри», это база данных доказательной медицины. Вот, у нас завтра будет, кстати, серия вебинаров о Кокрейновской библиотеке, и я вас приглашаю, потому что придет директор Кокрейн-центра в России, Лилия Евгеньевна Зиганшина, профессор, да, она будет рассказывать о деятельности этой организации, а, к слову сказать, вот, деятельность организации Кокрейновской, чем интересно? То есть они сотрудничают с ВОЗ, и в начале пандемии, вот, год назад, Кокрейновская организация получила от ВОЗ задания исследовать, насколько эффективны, эффективны ли вообще карантинные меры для предотвращения неконтролируемого роста инфекции. Вот. Были проведены клинические исследования, то есть доказательная медицина, она базируется на клинических исследованиях и доказаниях, то есть эффективно-неэффективно, статистика и выводы. Вот. Проведены исследования, и если кратко, то да, было доказано, что карантинные меры позволяют регулировать без вот этот контрольный рост, тем самым можно ускорять, замедлять, давая возможность медицинским учреждениям справиться с наплывом больных, и, как результат, многие страны, большинство стран закрылись на карантин. Вот. Был вот этот вот введен режим самоизоляции. Вот. Так что вот и такой контент тоже мы публикуем. Но подробнее, конечно, хочется остановиться на журналах. Как я уже сказала, по количеству мы на третьем, на почетном третьем месте. И надо отметить, что абсолютно все тематические направления представлены. То есть в скобочках вы видите количество журналов, где-то больше, где-то меньше, но тем не менее. Достаточно количества журналов, по любой теме можно найти, что почитать и где опубликоваться. Еще один момент. Мы очень гордимся качеством своих публикаций, качеством своих журналов. И тому есть вполне себе объективные доказательства. Например, более 500 нобелевских лауреатов публиковали свои работы в журналах Уайли. В частности, в прошлом году троица нобелевских лауреатов по медицине, их работы были опубликованы Уайли, они даже выиграли какой-то приз Уайли до того, как стали нобелевскими лауреатами. Вот впоследствии они стали нобелевскими лауреатами. Кроме того, Уайли – это лидер по числу издания журналов научных сообществ. Что это означает? Это означает, например, британское экологическое сообщество имеет свой журнал, полностью осуществляет контроль за всеми публикациями и публикует этот журнал с Уайли. То есть рецензирование, отбор статей – всем этим занимаются члены этого сообщества, и именно это обеспечивает высочайшее качество всех публикаций. Еще такой объективный факт – это импакт-фактор. То есть почти 70, да, уже больше, чем 77% от общего числа журналов Уайли проиндексировано в App of Science. В Скопусе тоже они есть, там большей частью перекликаются, где-то там, может быть, что-то есть в Скопусе, что-то нет в App of Science, но преимущественно они все перекликаются и там, и там есть. Вот. И, соответственно, ну, вы понимаете, что не все журналы могут быть проиндексированы, иметь импакт-фактор, я имею в виду, прежде всего, гуманитарные какие-то направления, но, тем не менее, из проиндексированных две трети находятся в первом и втором квартале. То есть уровень журналов очень высок. То есть регулярно в каждой тематической категории вы обязательно найдете в десятке лидеров журналы Вайли, один, а то и два. На следующих слайдах просто примеры некоторых журналов с высоким импакт-фактором. Здесь вот естественно-технические направленности, журналы естественных технических направлений, да, Advanced Materials, почти 22. Ecology Letters, вот, около 10, да, Reviews and Geographics, почти 22. Наш флагман, Ангиван Ташими, почти 12. Гуманитарных цифр не такие высокие, но, тем не менее, бизнес-финансы традиционно сильное направление в Америке, да, The Journal of Finance, 5,397. Или вот, International Journal of Management Reviews, 7,6. Не могу не упомянуть бессменного лидера уже на протяжении многих лет, номер один, не только в нашем издательстве, по-моему. Вот, The Cancer Journal of Clinicians, 292,28. То есть, журнал просто разбирают на цитаты. Цитируется неимоверное количество раз. Вот. Для того, чтобы лучше понимать вот, структуру, да, и как журналы у Вали сформированы в коллекции, то есть, вот есть полная коллекция, которая включает вот в этом году 1408 журналов. Журналовные коллекции, это вот некоторые научные сообщества наставят на том, чтобы журналы стандартные коллекции не включались, чтобы на них подписывались индивидуально. Вот, поэтому несколько, около сотни выведены за рамки коллекции. А также есть вот коллекции естественных, технических, медицинских наук. Медицина, естественское дело в отдельную коллекцию выделена. Удобно для медицинских вузов, клиник, научно-исследовательских каких-то центров, да. И есть коллекция общественных и гуманитарных наук. Вот. И поскольку у нас сегодня очень много слушателей из России, скажу, что у нас есть, действует централизованная подписка на журналы ВАЛИ в 346 организации. Если вы не знаете, есть ли в вашей организации подписка, вы на этот слайд потом зайдете и посмотрите список организаций, потому что бывает такое, что люди даже не знают, что у них есть доступ к полным текстам таких вот серьезных международных изданий. То есть это слайд такой вот для тех, проверите, есть подписка или нет у вас. Итак, помимо журналов на нашей платформе есть книги и энциклопедии. Для них характерно, в общем-то, то же самое, поле тематические, то есть разные направления, разная тематика представлена. Каждый год публикуется более тысячи новых книг. И я вот хочу сказать, что у нас в регионе пока еще в наших странах недооценена вот эта часть контента, то есть на журналы все-таки подписываются, их знают, их читают, а книги как-то еще пока не очень, хотя, если взять, например, зарубежные, европейские, вот я, тем более, американские, в ней веду университеты, у них уже укомплектованная в коллекции много же книг по интересным направлением УАЛИ. И вот в этой вот тысяче, которая публикуется каждый год, они регулярно просто на такой плановой основе отбирают нужные книги и приобретают их, чтобы они были в коллекции, потому что зачастую ведь для того, чтобы стимулировать исследование, достаточно одной какой-то книги. Никогда не знаешь, какая это книга, то есть хорошо бы, чтобы она была. Вот. И поскольку подписки на книги не бывает, в приобретении мало где они еще есть, хочу сразу сказать, что когда вы на платформе будете, вы тем не менее, даже понимая, что к полному тексту у вас доступа нет, вы нажимаете, то есть вы увидите в summary, вот, и система, она фиксирует отказы в доступе. Это означает, что таким образом библиотека может узнать, что вот эта книга интересовалась, и, может быть, впоследствии ее потом приобретут. То же самое касается справочников и энциклопедий. Кстати, это вот серьезные такие многотомники, в которых принимали написания, в создании которых принимали участие самые ведущие эксперты, включая нобелевских лауреатов, да, и помимо того, что это источник базовых каких-то знаний, более 30 изданий серийные, то есть они регулярно обновляются, то есть не только базовые, но и актуальные данные в них обязательно присутствуют, то есть за этим очень внимательно следят редакционные коллеги. Вот, и теперь мы переходим ко второй части нашего вебинара, непосредственно поиск журнала, и вот когда вы выбираете журнал для публикации, как не запутаться, как понять, где журнал открытого доступа, где нет, а где вообще может быть журнал, в котором публиковаться ни при каких условиях не стоит. Итак, мы довольно подробно уже поговорили о подписных журналах и журналах открытого доступа, если резюмировать кратко, публикация в подписных журналах бесплатная для авторов, при этом это журналы, как правило, узкой направленности, как правило, они индексируются в App of Science, в Scopus, то есть я всегда рекомендую пойти проверить, вот, ну, говоря о журналах сразу скажу, что если вы заходите на страничку журнала, видите там и F такой-то, импакт-фактор такой-то, значит, совершенно точно в App of Science проиндексировал этот журнал. Эти журналы, как правило, рецензируемы, и именно поэтому время публикации никак не может быть меньше одного месяца, на самом деле, от двух до четырех в среднем, так вот, в технических журналах, гуманитарные и того больше, до шести доходят, вот, ну, там много от чего зависит, прежде всего это зависит от того, насколько удачно попало, как бы, вы угадали с журналом по тематике и насколько много доработок в процессе, после вот процесса рецензирования приходится делать. Вот, журналы открытого доступа, принципиальное отличие, что, как правило, они требуют оплаты с авторов APC. Есть журналы, зеленого открытого доступа, оплата не потребуется, то есть будет сделана публикация, после окончания периода эмбарго вы сами сможете выложить свою работу в репозиторию открытого доступа. Вот. Но большинство журналов вот такие требуют оплаты. А в остальном, в принципе, они, конечно, схожи, то есть нормальные такие вот серьезные журналы похожи на подписные свои узкоспециализации тем, что они точно так же индексируются и выпускаются с Копус, они должны быть, как правило, по крайней мере, наши они точно рецензируемые, да, и именно поэтому время публикации где-то вот от двух до четырех месяцев, никак не меньше. И вот в связи вот этим с журналами открытого доступа мне хотелось бы обратить ваше внимание, что появились журналы, так называемые хищнические, которые маскируются под журнал открытого доступа. Потому что контент они предоставляют бесплатно для всех, как и здесь, да, они требуют оплаты с авторов, но существенный момент, то, на что я обращала ваше внимание в самом начале, да, то есть журнал открытого доступа, момент оплаты возникает в самом конце, когда уже все шаги публикационного процесса пройдены, и статья принята к публикации, то есть деньги не гарантируют, что вас опубликуют, деньги гарантируют, что вашу статью, опубликованную в солидном издании, увидят все. Вот. А хищнические журналы, они буквально в первом письме, которое я вам прислала, я приглашаю опубликоваться в этом журнале, рекордные сроки за одну-две недели, да, вот, за такие-то деньги, то есть как бы эта оплата гарантирует вам публикацию в этом журнале. Что еще характерно для таких журналов? Они очень часто политематичны, то есть International Journal of Science, то есть здесь и гуманитарные, и технические, и про экологию, и про искусство, про что угодно могут написать, опубликовать, готовы. Они заявляют об индексации, но если вы зайдете в Web of Science, Копус, вы такой журнал там не найдете. Вот. Бывают такие журналы, которые когда-то индексировались, а потом за недобросовесть здесь были исключены, как бы, да, из этих баз. Но они про это словно умалчивают и продолжают активно зазывать авторов публиковаться. Ну, то есть вот я всегда рекомендую заходить и проверять. Вот. Такие журналы, они заявляют о наличии рецензирования, но мы с вами понимаем, что если они обязуются опубликовать за одну-две недели, о рецензировании речь просто не идет. Рецензенты берут на свою работу от двух недель, как правило, месяц на самом деле получается, да. То есть не то, чтобы он целый месяц рассматривает вашу статью, но соглашаясь отрецензировать работу, которая его заинтересовала, да, они понимают свою загруженность, прикидывают как бы свои возможности и стараются сделать как можно быстрее, но по договоренности с редакторами журналов, ну, вот, максимальные сроки оговариваются, и зачастую это порядка месяца. Так вот, чем плоха публикация в таком журнале? То есть мы понимаем, что иногда вы, как авторы, поставлены в такие условия, что вам срочно нужно опубликовать свою работу, и вы ищите журнал, и радуетесь, что нашли тот, который сделает это быстро. Да, галочку поставить, что публикация есть, будет можно, но работа, опубликованная в таком журнале, она не будет цитироваться, она не будет видимо, то есть она не принесет никакую пользу ни людям, ни науке, ни вам, потому что ваш рейтинг, как ученого, я бы сказала, даже скорее пострадает после публикации в таком журнале, а главное, вы потеряете возможность опубликовать свою вот эту статью, выпистанную, вымученную зачастую, да, вы не имеете права больше опубликовать ее нигде, потому что публикация уже состоялась, то есть теряется вот этот труд, он пропадает, он как вода в песок уходит, поэтому будьте внимательны, то есть журнал открытого доступа никогда вам приглашение не напишет, что за такие-то деньги мы вас опубликуем. И теперь я хочу перейти на платформу Vali Online Library, где покажу, на что обращать внимание, куда смотреть. Так, сейчас, секундочку. Камеру отключаю, чтобы у нас побыстрее все шло. Вот, куда смотреть, где искать журнал и на что обращать внимание в журнале. Ну, вот просто, чтобы, если вы никогда не были на платформе, сразу смотрите, то есть здесь есть возможность присоединиться в отделочный кабинет и зарегистрироваться. Всегда рекомендую это делать, и раньше это было полезно, потому что можно там сохранить поисковые запросы, ссылки на страницы, сохранять, делиться и так далее. Но сейчас, когда мы все или почти все сидим на удаленке, работаем из дома, благодаря регистрации вы получаете возможность удаленного доступа. То есть из дома к полным текстам, то есть разочек, зарегистрировавшись и зайдя разочек из IPC эти организации, на 60 дней у вас из дома удаленный доступ работает, при условии, если вы зарегистрировались и заходите каждый раз в свой аккаунт. Здесь поисковая строка, здесь очень удобно работать с ключевыми словами. Вот, поиск действует по всем видам контента, то есть и журналы, и справочники, и онлайн-книги. Вот, действует справочная информация, о которой тоже я с вами в конце скажу несколько слов. И вот оно, то, куда мы с вами идем, под заголовком Subjects идет предметный указатель, который фактически является рубрикатором. В алфавитном порядке здесь 17 предметных направлений даны. И вот вас интересует, вы ищете журнал, ну вот какой, куда мы сегодня с вами пойдем, давайте выберем какую-нибудь, надо было мне заранее попросить, что вы предложили сферу, где искать. Давайте сейчас, если быстренько получится вам написать, то есть куда пойдем, вот видите, здесь есть и химия, бизнес-экономика, науки о земле, гуманитарные направления, науки о жизни, то есть там биология, микробиология, математика, медицина, сестринское дело, физика, инжиниринг, психология, социальные науки и поведенческие. Так, нет предложений. Ну ладно, тогда сама выберу. Ну давайте с вами пойдем. Давайте в гуманитарные пойдем. Нажимая вот здесь вот на заголовок, открывается список, где опять-таки в алфавитном порядке даны какие-то направления. Ну вот тут сразу скажу, в гуманитарном направлении может быть будет не так интересно, а может и будет. Давайте посмотрим. Прошу прощения. А, вот бизнес. Бизнес, медицина. Все, давайте, давайте перейдем. Сходим и в бизнес, и в медицину сходим. Вот, бизнес. Вот, бизнес и менеджмент, экономика, финансы, инвестиции, аккаунтинг. Ну давайте в бизнес и менеджмент. Вот, на страничке, на следующей вот открывается, как видите, здесь достаточно широкий список тем, очень широкий. Иногда здесь может быть там 6-4, иногда может быть намного больше. Здесь вот, соответственно, довольно много. Ну вот куда? К сожалению, видите, система у нас не очень быстро реагирует. Ладно, сама тогда выберу. Ну давайте бизнес-этика. Заглянем. Вот, мы попали на страничку, которая удовлетворяет вот этому, вот этой тематике бизнес-этика. Во вкладке, по умолчанию открыта вкладка Publications, то есть публикации. И мы видим, что это 30 книг и 6 журналов. Если бы по вот этой теме были справочники, здесь бы еще Reference Works были бы указаны. Нас интересуют журналы. Нажимаем кнопочку Journals. Вот они, все 6 журналов представлены, можно на них взглянуть, посмотреть, да. Причем, то есть работаем с фильтрами, да. Можно переключиться на Articles and Chapters, то есть статьи и главы. Но нас интересуют журналы. Смотрим заголовки, смотрим обложки, смотрим, какое там количество выпусков было, да. Ну, вот в какой-нибудь можно зайти. Вот. Бизнес-этика, европейский, европейный ревью, европейский обзор. Нажимаем на заголовок журнала и открывается страничка этого журнала. Что мы здесь видим? То есть прорит коллегию, как правило, указан будет импакт-фактор, если он есть. Но, что характерно, иногда он не указан у журналов, где он, предположим, высочайший. Не знаю почему, по-моему, 20 materials свои 21,9 почему-то склонно не указывает. Ну, то есть, тем не менее, если указан, значит, точно такое есть. Вот. Дальше какие-то вот здесь главы из последних, статьи из последних. Но нас интересует author guidelines. Для этого идем вот здесь в меню, выбираем contribute, author guidelines, руководство для авторов. И вот мы попадаем в раздел который нужно прочесть, изучить досконально, если вы подбираете журнал для публикации. Почему? Потому что здесь дано все. Начиная от описания, как можно отправить статью на рассмотрение, как происходит процесс рецензирования. Описаны, видите, типы статей, которые принимает этот журнал. То есть, здесь процесс, что происходит со статьей. А самое главное, здесь данные по-разному бывают оформлены эти сайты, эта страничка. То есть, каждый журнал пишет то, как он считает нужным, вот эти свои руководства. Иногда PDF может открыться, да. Вот. Но, тем не менее, то есть, здесь ценные информации, вплоть до того, что какое форматирование применять к табличкам, картинкам и так далее. Можно найти. Если нас интересует момент оплаты, то есть, будет ли оплата за публикацию или нет, я рекомендую такой вот способ. То есть, не вот эту поисковую строку используем, потому что здесь будет поиск по контенту платформы, да, а в браузере. В браузере набираем копирайт. Вот. По поводу копирайта, я думаю, что, в принципе, вот здесь сходу так я не вижу заветные слова. То есть, я бы хотела здесь увидеть копирайт, трансфер, и гримент. Напоминание. Но я думаю, что, может быть, вот здесь они нам встретятся. Вот. Ну, в принципе, да. Описание того, что авторское право переходит к третьим лицам, лицензирование. Так, ну, это мы пошли на общие слова. Общий, как бы, этот самый. Общий сайт. Конкретно в этом журнале. Вот, задрудняюсь, кстати, сказать, вот сходу не могу сказать. То есть, скорее всего, скорее всего, да, скорее всего, это будет бесплатное. А сейчас мы посмотрим Creative Commons License. Вот. это второй, как бы, второй момент для поиска. Это оформление пользовательской лицензии для журналов открытого доступа и вот эта вот возможность онлайн-опен. Ну, в общем, да. То есть, вот то, что я вижу, я вижу, что это возможность опубликовать в открытом доступе статью в этом журнале, а журнал, тем не менее, да, журнал, тем не менее, бесплатный, он предоставляет возможность передать авторские права, которые будут как раз-таки сносом со стороны автора. То есть, авторское право переходит в журналы и публикация бесплатно доступна. Но вот здесь, вот в этом журнале, честно скажу, здесь это вот не так очевидно было прописано, да. То есть, здесь мы то, что я хотела увидеть, не увидела, ну, иногда бывает так, не очень, не так просто найти. Вот. Ну, вот у меня тут были предложения тоже пойти посмотреть журналы по медицине, да. Мы сейчас вернемся еще разочек и посмотрим какой-нибудь другой журнал, может быть, там как раз будет четко написано. То есть, здесь мы поняли, но не сразу. Вот, а бывает прям сразу совершенно очевидно. Так, ну, в медицине тоже, видите, очень много направлений, и поэтому, ну, давайте в неврологию пойдем. Здесь все по алфавиту, ну, вот. Верхний из второго столбика выберем. Неврология. Здесь, как видите, дальше тем не так много. Эпилепсия, неврология. Вот, ну, давайте продолжим. Более общее такое направление. Неврология. Вот. Журналов АШ-60, книг 140 и два справочника. Фокусируемся на журналах. Выбираем журнал. И дальше вот в алфавитном порядке идут журналы. Кстати, обратите внимание, вот здесь вот Open Access, это журнал открытого доступа. То есть уже понятно, что здесь все публикации в открытом доступе. А сейчас, кстати, покажу вам очень интересную такую вещь. Вот я вам говорила про удаленный доступ. Если я сейчас зайду как зарегистрированный пользователь, то я получаю доступ от своей организации подписчика. И вот журналы, которые до этого здесь никакой иконки не было, появился Full Access. То есть теперь у меня есть доступ к полным текстам. И вот мы видим, вот они журналы. Есть открытого доступа, есть неоткрытого доступа. Ну вот давайте зайдем в какой-нибудь подписной журнал Анестезия. Открылась страничка, она немножечко по-другому оформлена, но тем не менее. Тоже видите, и пакт-фактор есть, какая-то редакционная информация. Contribute, author guidelines, так. Тоже здесь видите по-своему, но тоже довольно подробно все расписано, все требования. Помещем. Вот. Copyright. Ну, прямо сегодня смотрите-ка. Четко вот то, что я ищу, не попадается. Copyright exceptions. Но тем не менее, да. Да. возможно. Да, да, да. То есть это вот, это оно. Это вот как раз описание, то, что авторские права передаются журналу. Да, то есть публикация бесплатная здесь возможна. Публикация бесплатная бесплатная. Вот. А теперь давайте вернемся в журнал открытого доступа. Ну, повторяю, что здесь же наверняка можно и... Да. В открытом доступе тоже можно опубликовать. То есть, как я уже говорила, журналы Вали подписные, практически все уже гибридные. То есть дают возможность публикации в открытом доступе. Вот. А теперь давайте вернемся, откроем журнал, который полностью мы там видели открытого доступа и посмотрим, что там, как там это выглядит. Вот. Журнал полностью открытого доступа. Contribute Author Guidelines Ну, да. Видите, у автора остается авторское право на его манускрипт. То есть, здесь никакой передачи авторского права не происходит. Четко написано. Creative Commons. Вот. Да, Creative Commons Attribution License. Это как раз описание, что вы можете оформить пользовательское вот это соглашение. И здесь про него подробно написано. Вот. Ну, собственно говоря, да, там, видите, в самом начале было видно, что это журнал открытого доступа. Ну, вот. То есть, как-то так. Пока мы здесь на платформе, я сразу хочу показать справочную информацию, которая может вам пригодиться. То есть, во-первых, последний вот этот вот осоз, если открыть, то мы попадаем на портал для авторов, где можно найти много полезной информации, касающейся подбора журнала. Вот. Есть возможность получения помощи подготовки рукописи, но это платные сервисы, как и везде, да. Можно узнать больше как раз-таки об открытом доступе, открытых исследованиях и даже узнать, какие варианты есть для продвижения вашей статьи после публикации. Покажу тоже быстренько. Find Journals есть такой автоматический поисковик, которым тоже как вариант можно воспользоваться при подборе журнала, потому что очень важно подобрать журнал, чтобы по тематике он подходил под вашу статью, да. То есть вводится сюда заголовок, вводится аннотация, нажимается Find и система предлагает какие-то варианты. Но ни в коем случае полагаться на одну систему не рекомендую. Лучше вот вам предложила система какие-то варианты, зайдите и почитайте, что пишут другие авторы в этом журнале и так вот честно оцените. Подходит ваша статья по тематике в первую очередь, по уровню, не знаю, по сфере интересов, да, или не подходит. Вот. Возвращаясь сюда, из справочной информации тоже еще смотрите в заголовке, под заголовком researchers Find trainings and resources. Вот. Попадаем на учебный такой хаб, где сначала на английском языке есть какие-то видео, как сохранять поисковые запросы, какие-то гайдлайнсы, все это есть, да, но есть также ресурсы на других языках, в том числе и страничка на русском языке и там, в принципе, самые необходимые тоже уже все есть. Здесь есть и руководство пользователя платформы, вот, для библиотекарей тоже есть руководство, как со статистикой работать, есть записи, коротенькие видео, как зарегистрироваться на платформе, вот, как получать уведомления, вот, ну, то есть все это тоже такие полезные, там, две, там, максимум три минутки видео, вот, записи наших русскоязычных, русскоязычных вебинаров можно перейти, вот, на наш канал YouTube и на будущие семинары тоже вебинары можно регистрироваться вот здесь. Ну, вот, собственно говоря, это то, что я хотела показать на платформе и следующие мои слайды я быстренько пролистываю здесь просто вот все, о чем я рассказала в качестве напоминалочки, то есть, где искать информацию для авторов, на что обращать внимание, как понять бесплатно или бесплатно будет публикация Copyright Transfer Agreement или Creative Commons License, вот, единая строка поиска по контенту, то есть поиски участвуют все, ну, то есть, вот, где найти справочную информацию, портал для авторов, вот, тренинг хаб, учебный центр, регистрация на вебинары, записи старых прошедших вебинаров, и вот, собственно говоря, на этом у меня все, что я хотела сейчас рассказать, сейчас давайте посмотрим вопросы. Вопросы. Есть ли предпочтения у издательства для разных видов материалов, которые наиболее востребованы в подписках, гибридных или открытых журналах, например, обзоры и в каком формате лучше публиковаться. Здесь не у издательства, здесь у каждого журнала есть свой, как бы, формат, есть те виды статей, там, research article, там, или review article, то есть надо смотреть в каждом журнале, это вот, где вот я показывала руководство для авторов, да, also guidelines contribute, also guidelines, вот там надо заходить в конкретный журнал и смотреть, это в каждом конкретном журнале, вот, или сообщение, лицензия, ну вот это да, то есть это вот исследовательские статьи, то есть кто-то принимает исследовательские статьи, кто-то нет. Можете подсказать ресурсы, которые предоставляют доступ к агрегированию информации для выбора журналов открытого доступа с указанием политики журнала и цены публикации. Вот такого единого агрегатора, пожалуй, не подскажу. То есть не то, чтобы это закрытая информация, но она, знаете, она такая живая, вот глядя на наше издательство, в течение года происходит, даже в течение года происходят изменения, вот на стыке годов мы как бы обновляем все это, да, то есть какие-то журналы переходят, ну, большая часть, конечно, любит, вот, и политика журнала, то есть цена, она уже в процессе, как бы, когда вы работаете с журналом, только тогда вот вы ее можете узнать. Так вот, расценки нигде никто не вывешивает, но в целом цены высокие, от 500 до 5000, то есть среднее это где-то полторы тысячи долларов, может быть, даже больше, даже до двух за публикацию открытым доступом. Ну, да, то есть хорошие или паразиты, как правильно назвать таких, кто придерживается недобросовестной дательской практики, ну, вот хищнический преддетарс, мусорный журнал их называет, можете привести примеры, примеры нет, примеры я приводить сейчас не буду, вот, потому что, опять-таки, все это течет изменяется, не хочется быть голословной, но как отличить, в принципе, я вот вам все это рассказала, как выявить недобросовестную журнал, да, вы можете привести примеры, когда журнал публикует не только фио автора, но и фио рецензента. Нет, насколько мне известно, вся слава достается автору, то есть рецензент может внести очень существенный вклад в доработку статьи, но слава снискает автор, тот, кто указан в авторах, только если автор сам не захочет вписать имя рецензента. Вот, есть ли предпочтение у издательств для разных видов материалов, которые наиболее востребованы, подписаны, гибридно, а это уже повторяется, да, два раза здесь повторилось сообщение. вот, так, ну вот на этот вопрос, Лена, здесь вопрос, да, Елена, спасибо большое, если что-то я здесь не углядела, пропустила, вот, можете прислать мне тогда этот вопрос, скопировать его, прислать еще раз письмом, и более подробно на него я отвечу, если вдруг что-то я пропустила. не очень удобный интерфейс, мелко так все, прям хоть лупу бери. Вот, так, ну вроде как да, вот здесь я на все основные пункты ответила. Так, вот еще от Шахратова вопрос, как определить, есть ли в скопус или в ВОЗ? Ну, только зайдя туда, собственно говоря, но по поводу вот в App of Science, я сказала, что на наших журналах импакт-фактор равно столько-то, это вот гарантия, что ВОЗ есть. А в скопус надо точно заходить. Вчера не смог полностью послушать курс, как искать журнал, когда повторно можно будет послушать. Повторно, ну, в этой вот, в декабрьской серии мы уже не будем эту тему еще раз поднимать. Вы зарегистрировались, поэтому вы получите запись, ссылку на запись вот этого вебинара вы обязательно получите. Вот. Я думаю, на следующей неделе мы сможем разослать уже материалы. Так, спасибо, спасибо большое, было очень полезно. Спасибо, спасибо большое за ваши отзывы, спасибо большое за вашу реакцию, спасибо большое за вопросы. Это очень здорово, замечательно, когда есть такое вот почти живое общение, да, есть вопросы. Вот. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. я благодарю вас за внимание, благодарю за то, что вы уделили свое время на нашу сессию, пришли, да, надеюсь, она была полезна, интересна. Напомню, что сегодня к нам следующая сессия будет в 11 и в 14 часов в Москве, и к нам приходит, приходит, присоединяется. Анна Лишенко это редактор, боевой действующий редактор журнала European Journal, Chemistry European Journal, то есть она будет рассказывать о закадровой жизни вашего манускрипта, то есть что происходит со статьей после того, как его вы отправили в редакцию. Вот. Ну что ж, а завтра у нас три сессии, посвященные Акраинской библиотеке, тоже, если интересно, присоединяйтесь. Всего вам хорошего, хорошего дня, хорошего продолжения дня, у кого день в разгаре. Желаю вам бодрости, хорошего настроения и прежде всего здоровья. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова